Добрый день, дорогие зрители Вечерки. 14.06. Московское время. Сегодня 16 февраля. Рады вас видеть. Надеюсь, это взаимное чувство. Оксана Полякова. Алексей Тимофеев. Это круглый стол. Круглый стол 2015 года. И это видно по заявленной теме. Вы видите над плеером тему круглого стола. Зависимость от селфи и фитнеса. Так мы обозначили сегодняшнюю тему. Но будем говорить это так. В частности, а вообще будем говорить о так называемых нехимических зависимостях. Совершенно верно. Работает у нас чат. Вы можете задавать вопросы. Наши гости также будут. Комментировать. Может быть, не обязательно вопросы. Просто побытьте с нами в чате. Ну что, давай представим наших гостей сегодняшних. И, собственно, сразу в бой. Александр Геннадьевич Данилин, психотерапевт, врач-нарколог, радиоведущий. Александр Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Ольга Ивановна Маховская, психолог, писатель. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Андрей Гризли, певец, композитор, призер международного конкурса «Новая волна-2011», участник проекта «Голос». Андрей, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Еще я забыли отметить, эксперт по селфи-интеграции в России. Серьезно? Что это с чем-то, с чем-то, с чем связано? Пока не знаю, сейчас разберемся. А, сейчас разберемся. Хорошо. Новая должность просто. Да. Интегратор селфи. Записала? Да. Да. Главный интегратор у нас, послушайте, это премьер-министр. И нынешний. Но мы об этом тоже поговорим еще. Анастасия Ёлкина, руководитель пиар-отдела РОО, СПМ, студенческая община. Анастасия, привет. Здравствуйте. Вы интегратор? Нет. Селфи. Сергей Сушинский, президент фонда защиты нации. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, появилась заметка, статья целая, в вечерке о нехимических зависимостях. Значит, по словам главного нарколога столицы, 5-7% обратившихся за помощью в Московский научно-практический центр наркологии страдают нехимическими зависимостями. Я сразу тогда к психотерапевту, к Александру Геннадьевичу, ну, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту цифру 5-7. Что такое вот эта самая нехимическая зависимость? Вообще страшное это явление или это ерунда? Вы знаете что, ну, во-первых, мне думается, что это ложь, и никакие 5-7% в центр не обращалось. Просто вообще наша наркологическая статистика в последние годы вещь сугубо секретная. Ну, важно, бог с ней, что статистик. И даже по моему опыту общения, вот Московская Госдума так и не смогла получить истинные сведения о статистике на работе наркологической службы. Это вообще очень интересная деталь. Но в действительности, понимаете, какая штука? Ну, все зависит от того, о чем мы говорим. Вообще мы с точки зрения, по крайней мере, психодинамической обсуждаем систему психологических защит и систему, как бы, способов самореализации человека. Можно, конечно, обнаружить некий косой взгляд и объявить это дело психической болезнью. Только я сразу хочу сказать, что это в высшей степени опасная история. По той простой причине, что если люди правда обратятся, например, в Московский наркологический центр, то они будут получать лечение только и исключительно психотропными препаратами. Никакого другого лечения сегодняшнего. Ни терапии, ни... Ни в коем случае. И поэтому никакого другого лечения сегодняшняя наркологическая клиника не предполагают. Если вам будут говорить противоположно, то это ложь, поверьте, человеку, который 30 лет отработал в этой клинике. Но вот скажите нам, пожалуйста, это страшно? Вот то, что нас пугает точнее, вот говоря, что селфи там и фитнес – это зависимость? А что здесь есть люди, которые не размещали своих фотографий в интернете никогда по принципиальным убеждениям? Вы знаете, я думаю, что если такие люди среди нас есть, то они страдают другой проблемой и тяжелым суеверием. То есть есть люди, такая категория, которая считает, что если они разместят свою фотографию, то над этой фотографией можно будет колдовать. И вот они, по-моему, сейчас есть та единственная категория людей, фотографий, которые нет в интернете. Но вот Сталин с Брежневым, видимо, искренне верили, что нельзя размещать подлинные фотографии в газетах, потому что их надо ретушировать обязательно, иначе возможны всякие колдовские процедуры. Ну вот, вообще, заявление уважаемого Евгения Алексеевича на тему о том, что зависимость от селфи или от социальных сетей – это страшная болезнь, это, конечно, есть рот такого суеверия. Сейчас не об этом. А скажите, пожалуйста, вот нехимическая зависимость – это психотерапевтический термин, вот нехимическая зависимость? Как бы вам сказать, понимаете, я вынужден просто отнимать время у других, ну, наверное, это профессиональный вопрос. Дело в том, что все зависит от того, с точки зрения какой психотерапии вы смотрите на этот вопрос. Как бы, конечно, с точки зрения любого мирового психологического, психотерапевтического сообщества, некоторое фотографирование самого себя может стать для человека навязчивым состоянием. Если мы сейчас вот и уберем просто и селфи, и фитнес, и все, просто термин нехимическая зависимость. Нет, вообще термин зависимость – это чисто, он в прямом смысле этого слова последовательный, чисто отечественного происхождения. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь, сегодня, именно через некоторые абсолютно никем не подтвержденные, но конкретные утверждения Евгения Алексеевича Брюна, это слово равносильно слову шизофрения, это слово равносильно понятию психоз. Вместе с тем зависимость – это, как бы вам сказать, свойство личностной ограниченности. Мы все себя ограничиваем в той или иной степени. Ну, например, представьте, какая беда. Человек может ограничить себя одной женой. Это вот зависимость от этой несчастной жены или нет? И все зависит от того, как вы будете это рассматривать. Но вся проблема в том, что я пытаюсь ее свести к очень конкретной вещи. Есть ли конкретные врачи под руководством конкретного профессора, который, кстати говоря, ведь вовсе не обязательно должен быть прав. Более того, все сообщество считает, что он не прав, в том числе и психиатрическое. Но он руководит этой службой. И стало быть, служба будет делать так, как он скажет. Это означает, что если вы придете в конкретную наркологическую службу, вы в ответ на жалобу, что вы как-то слишком много времени проводите в социальных сетях, и как бы вам отучиться это делать, получите психотропные препараты. Это принципиально. Хорошо. Хорошо. Можно я помогу, поскольку тут совсем просто. Значит, селфи – это дурная привычка, которая доставляет удовольствие с простым способом. Она относится к социально-примитивным таким способам реализации, к психическим заболеваниям, не имеет никакого отношения. Опять. А почему? Олега, давайте не раздевать. Я не соглашусь даже с этим утверждением. Это мнение массовый характер. Я утверждаю, что это результат дурной, низкой культуры. А почему не может быть хорошего селфи? Нет, может быть. И почему меня обязательно должен фотографировать кто-то другой? А если этот кто-то другой на красивую девушку не обратит внимания вовремя? Нет, ну мы с вами согласились, что это не криминально, и что не надо лечить психотропными селфи. Нет, давайте молодежь посмотрим. Я хочу сказать следующее, коллега. Для старшего поколения может быть... Ребята, чья точка зрения вам ближе? Но я протестую против слова «примитивно», потому что примитивно... Я обожаю примитивное искусство, например. Это не искусство, вообще не искусство. Селфи – это не искусство, это некое средство самовыражения. То есть люди хотят самовыражаться, фотографироваться. Это понятно, что фотография – это более глубокая тема, да? То есть настоящее, красивое фото, все, прохожий идет, там тень, там все очень... А простые вещи для людей, приятно им показать, как устроен их день. Вот я здесь, вот там, я там, вот... Ребята, вы согласны с Андреем, что это способ самовыражения? Я думаю, что это, безусловно, способ самовыражения, но появилось это именно потому, что у нас ускоряется время, и не хватает людям возможности писать какие-то длинные письма. Сначала у нас был ЖЖ-блоги, писали по странице по две, потом у нас стали социальные сети абзац, потом Твиттер 140 символов, и время отжимается, и люди уже не знают, как быстренько себя выразить. Поэтому Инстаграм, да? Вот Инстаграм, да? Подпись картинки. Настя, вы как считаете, сейчас, сейчас секундочку, это тоже способ самовыражения? Мне кажется, что это вещь, которая была там много лет назад, и просто сейчас она трансформировалась. Люди всегда фотографировали себя, даже когда не было телефонов с фронтальной камерой, просто поворачивали фотоаппарат, фотографировали себя, когда некому было их сфотографировать. Потом надо было в темной ванной делать столько вещей сложных, с химическими реактивами работать. Ну да, закреплять, закреплять. Да, и просто сейчас наше устройство, техника позволяет обмениваться этой информацией быстрее. Раньше все равно, мне кажется, звали родственников, показывали им фотографии, и просто обмен информацией изменился. А суть, как бы, она уже старая. Вот смотрите, Андрей сказал, это способ самовыражения, с чем я совершенно не согласен, действительно, что вы выражаете. Что вы выражаете? А для меня, мне кажется, что... Что настроение передаете? Своё, своим друзьям. Андрей, мне кажется... А что нет? Моя точка зрения такова, что... Понятное дело, что если ты зациклился, и через каждые 5 секунд фотографируешь своё лицо... Да, да, это зависимость, это люди, конечно, уже что-то не то с психикой. Но когда человек, ну, не любуется собой, но при этом показывает... Мне кажется, что как раз это не от себя, а для других, понимаешь? Для меня, мне кажется, что селфи... Сейчас, минуточку, Александр Геннадьевич. Мне кажется, что селфи – это проблема типа комплекса неполноценности. Мы хотим получить общественное признание и лайки. Мы же не размещаем это для того, чтобы это просто было. Просто понимаете, в чём дело? Вообще, само понятие селфи... Да, само понятие селфи до тех пор, пока оно не определено. Как вы правильно абсолютно, на мой взгляд, сказали. Оно может быть искусством, а может быть навязчивостью. А навязчивость возникает из-за того, что человек пытается совершить некоторые действия максимально просто. Потому что всё та же техника, всё те же штативы, штанги, с помощью которых делают селфи, вообще позволяют делать, в том числе, очень неплохие фотографии со своим участием. Просто это сложно. И вот чем более примитивной демонстрацией себя человек стремится, конечно, но она же может быть и непримитивной. Правда? Может быть. Ну, если верх головой себя снять, как летучая мышца, это уже такие интересы есть. Ну, понимаете, в чём дело? Я видел, я иногда смотрю современную фотографию, мне это интересно. И я видел явно совершенно сделанные селфи фотохудожниками, которые, в общем, представляют собой искусство, на мой взгляд. Это искусство автопортрета. Вот автопортрет, который рисовал, там, я не знаю, Тулуз Латрайк или Ван Гог, это селфи. А в лифте луки, туалеты луки и прочие луки, которые фоткаются в зеркале при любом удачном моменте с выпячиванием губок и фотографированием еды. Просто я хочу сказать, что вы сразу начинаете тут же говорить о том, как это нужно лечить. Потому что если человек пытается превратить селфи в искусство, а это возможно, то тогда это перестаёт быть некоторой навязчивостью. Потому что навязчивое поведение, невротическое поведение требуют предельно простой и примитивной реакции. Да, вот от живого журнала к инстаграму, как блестяще сказал. В чём разница, ребята, между художественным селфи от художника и вот этим дакфейсом в туалете? Ну, я думаю, что коллега уже довольно точно ответил, я могу это перефразировать только. То, что действительно стремление сделать красивую фотографию, которая вызовет эмоцию, какую-то яркую эмоцию у зрителя, у тех, кто читает инстаграм, блог, это искусство. И у меня есть друзья, которые набирают по 600, по 1000, по 1500 лайков на очень качественные, потрясающие фотографии, которые сделаны буквально вот так вот, с айфона, там смартфоны. Но многие делают действительно очень часто, потому что следуя моде, попытаясь оставить о себе воспоминания, обратить на себя внимание каждый день. У меня, кстати, есть всего одна, насколько я помню, селфи-фотография, и мне кажется, она довольно художественная, она была даже аватаром у меня в социальных сетях довольно долго. Андрей, разница есть между ширпотребом и художником? Конечно, есть. Если бы каждый хотел выражать себя как художник, каждый внутри был творческим человеком, это было бы странно. В мире большинство, это масса людей, которые, конечно же, хотят проявить вот себя, которые вот тешат свое эго, да, действительно хотят лайков, вот эти все глупкие, обратить внимание на свою красоту, я такая. Это значит, что они испытывают потребность в творчестве, они не понимают, что это такое. Но хотят как-то проявить что-то, показаться на людях. Они не умеют обсуждать это. Их никто не учит, и никто не учит их вообще разница между тем, что такое искусство, и что такое примитив, и что такое примитивное. А вот, Ольга Ивановна, я бы хотела еще к одной части нашего круглого стола, зависимость от фитнеса, от спорта. Потребность в очередной тренировке становится настолько высока, что если человек по каким-то причинам не может ее реализовать, у него возникает пониженный эмоциональный фон, депрессивное состояние, неприятные физические ощущения. То есть настоящий абстинентный синдром. Это цитата как раз от главного нарколога страны. Нет, ну что вы ждете от главного нарколога? Он других слов не знает, кроме абстинентный синдром. Понимаете? Поэтому он в категориях наркозависимости описывает для себя реальность. Я могу ему, господину Брину, только посочувствовать, потому что не жизнь, а ад. Везде все пьют или хотят выпить, или мучатся от того, что не могут выпить. Вот вы знаете, можно на секунду вас пить? Сейчас, сейчас, но мы не имеем в виду. Про фитнес. Да, есть привычка к выделению адреналина или других гормонов. Люди, которые занимаются спортом, у них есть физическая привязанность к этому. Может быть, это из-за разряда навязчивости, в крайнем случае. Это очень редко. Но в любом случае мы говорим о культуре досуга или о какой-то профессиональной культуре. Это то, что... Что такое культура? Это значит, что человек может сам взять и изменить, если ему не нравится. В некоторых местах мы должны ограждать других людей сами. Когда они занимаются фитнесом у себя, это ничего. Если они прыгают по потолку, мы поднимаемся на этаж выше и стучим. Если селфи выкладывают у себя сколько угодно, или своему родственнику достают, если в публичном пространстве, а не в музее, то это может раздражать. Потому что действительно некоторые люди нон-стоп размещают селфи, осложняя вообще взаимодействие в фейсбуке. Это уже другая культура. И опять же, мы рано перешли к фитнесу, но всё-таки, что объединяет... Сейчас, минуточку, Андрей Геннадьевич. Александр Геннадьевич, я прошу прощения. Что объединяет? Вот, на мой взгляд, это тоже та же самая проблема. Вот скажите, это действительно самореализация, творческий процесс, стремление к искусству? Либо это на потребу другим, чтобы по головке погладили, сахарочек дали и сказали, ай, какой молодец. А всё, и то, и другое. А плюс ещё мотив самодемонстрации, нарциссизм, это вот новый дух времени. Человеку нравится смотреть на себя. Он не просто размещает. Он ещё всё время тярится на себя, рассматривает свои... Так стремится всё время все проблемы... Но мы не о Брюне, мы говорим о другом. Мы говорим о нас и о... Не страдает ли он эксгибиционизмом, то есть своеобразной формой зависимости от телевизионного экрана? Потому что, ну, как вам сказать, уж очень опасно, правда опасно. Ведь мы не затрагиваем одну проблему, простите, но ведь проблему разница между поколениями. Почему я так подчёркиваю, что это может быть и искусством? Потому что Евгения Алексеевича послушают... Мы же всё-таки его выступление комментируем. Александр Иванович, мы не комментируем его заявление. Нет, мы не комментируем его заявление. Послушают родители. Это родители посмотрят на эти заявления и скажут, слушайте, она столько разместила фотографии, её надо к наркологу. Кстати говоря, я пытаюсь вам объяснить, что это опасно. Конечно, это опасно. Мы не рассмотрели такой образ жизни, как фотоотчёт. Ведь это можно делать каждый день. Вот я пришёл сейчас, например, в студию, да. Да, есть ужасно интересные дневники. Я просто хочу сделать фотоотчёт. И я так не творчески, без всякого искусства, делаю... И вот самое страшное, что... То же самое и фитнес. Мы ведь находимся в демократическом смысле. Но мы же все прекрасно понимаем, о чём мы говорим. Можно сделать фотоотчёт, можно сделать высокохудожественную фотографию. Ну, конечно, можно. Ну, конечно, можно не делать, понимаешь? А когда это единицы... А можно тратить часы на это, да, я согласен. А Инстаграм-то чем заполнен? Ну, понимаете, как хорошо. Ну, ощущение пустышки. В голове ничего нет, и это вообще не имеет смысла. То есть тенденция какая-то. Следование тупо глупо и тенденция. Ну, вы расскажите о центре удовольствия, скорее всего. Тенденция. А в чём удовольствие? Тенденция Инстаграма заключается в том, что в конечном итоге ведь вся беда не в том, сколько я разместил фотографий, а сколько под ней лайков. А если они совсем пустые, даже точно такие же пустые люди, как я, начинают, перестают это смотреть. Понимаете, какая штука? В этом может быть для меня некоторый определённый прогресс. Есть такие беседы, будут случаться регулярно, если мы будем объяснять. Потому что даже в том, что люди смотрят, есть свои закономерности. Правда? Да. И если человек правда стремится к популярности в рамках Инстаграма, правда, то он через некоторое время, как ни странно, если у него вообще какая-то задача появляется в голове, кроме того самого нарциссизма, то есть, кроме абсолютно инфантильной личностной позиции, он начинает меняться. Потому что, понимаете, какая штука? Я во всех этих выступлениях чувствую такое желание, страшное желание старшего поколения, оно звучит практически совершенно отчётливо. Вот оторвать любой ценой от компьютеров, потому что бедные несчастные дети от них заболевают психическими болезнями. Понимаете, какая вещь? Всех лечить. Да, а мы... Да, да, да. Ну, понимаете? Мечта врача. Всех лечить. Андрей, ну присоединяйтесь, ребята, присоединяйтесь к разговору. Я понимаю, что сложно, но... А что такое селфи-интеграция? Мы так и не доказали. Да испеканулся. Я думаю, насчёт чего, просто я пытаюсь анализировать сейчас над тем того, как раньше люди жили и вот как сейчас. Мне кажется, вот раньше человек, да, у него работа, близкие друзья, и то есть один и тот же узкий, скажем, круг людей, с которых он непосредственно общается, которые дают ему оценку. То есть вот ты хорошо выглядишь. Человек занимался фитнесом, ему скажут кто раньше. Ну, раньше фитнеса не было, ну, побегал там, не знаю, с усами, побегал, похудел, ему сказали там близкие, потому что, ну, всё-таки люди жили вот в каком-то своём круге. А когда произошла вот эта революция интернета, социальных сетей, то есть массовость некая стала, конечно, это иллюзия. Эти лайки, всё это. Один человек посмотрел, может, он не оценил, может, они уже вот так автоматически ставят эти лайки, не смотрят ни на фотографии, ни на чего. Но это иллюзия такая вот, какая-то массовость. Каждый человек, который занимается там фитнесом или что-то делает, он хочет, чтобы оценили его вот массы, чтобы он потешил своё, не знаю, эго, самолюбие, успокоился. И вот он уже зависит от этого, потому что ему мало вот близ. Привет, как я выгляжу, хорошо? Ты хорошо? Вы скажите ещё, вы ещё скажите, мне кажется, очень часто здесь нет никакой зависимости, а люди вместо того, чтобы вот там, может, раньше пили пиво, да, постоянно каждый день, а сейчас они идут фитнесом. Мне кажется, это отличная альтернатива. Вы вообще можете утверждать некоторую фразу, нет в этом никакой зависимости. Часто нет, всегда. Когда мы не имеем ни одного определения зависимости, кроме того, которое, естественно, давным-давно предложил Евгений Алексеевич Брюн. Ну, простите меня, я понимаю, что вы не хотите столько об этом говорить. Совсем не хотим. Вот, понимаете, он вам скажет, а вы имеете в виду нечто совершенно другое. Можно два слова по поводу абстинентного синдрома? Ну, понимаете, какая штука? Проблема в том, что если у меня одна жена, и тут она от меня ушла, ну, ушла к другому мужчине, то, вы знаете, у меня образуется абстинентный синдром. А именно, что-то с меня спадает все время. Я перестаю спать ночами. Это Брюн невидимой рукой. Меня, да, да, все время. Меня начинает колотить, правда? Я начинаю потеть. Уверяю вас, то же самое происходит с людьми, например, с коллекционерами, которые хотят страстно овладеть каким-то предметом своей коллекции. С погорельцами, которые потеряли. С погорельцами, которые потеряли свое жилье. Поймите, у человека есть механизм ограничения. Это довольно сложный механизм. Это есть механизм самоопределения, о котором вы говорите. Он очень важный, экзистенциальный механизм. Мы все как-то самоопределяемся. Я 30 лет работал наркологом, меня уволили. Надо сказать, что при этом материально я ничего не потерял, а по времени даже, как бы, приобрел. Можно секундочку? Но, как вы думаете, меня колотит абстинентным синдромом? Поначалу, я думаю, да. Конечно, колотит. Нет, конечно же, да. Но, конечно, колотит. Потому что я привык, правда, я создал вокруг себя некоторую определенную среду. Да, но это ломка стереотипа. Ну, это мы сейчас подбираем разные слова. Если мы говорим о сложных механизмах. Подождите, Александр Ильич. Для того, чтобы как-то самоопределиться в среде, человек выбирает какой-то набор приемов. Как правило, эти приемы простые. Вот я устроился на работу, я хочу на ней работать постоянно, чтобы мне платили зарплату и как можно меньше ее терять. Это часть моего самоопределения, моего автопортрета, моей я-концепции. Очень много можно перечислять терминов, которые это описывают. Как только я теряю этот способ самоопределения, у меня возникает некий абстинентный синдром. Это физиологический механизм абсолютно необходимый. Хорошо, понятно, физиологический механизм. Здесь разобрались. Но нельзя же сравнивать погорельцев тяжелую, значит, несчастную любовь. И вроде бы беззаботная, абсолютно непривязанная. Ну почему-то все ситуации потери, обрыва. Смотрите, очень интересно. Это именно в этом проблема. Вы ведете некий беззаботный образ жизни. Беззаботный и огромное количество лайков и фотографий в сети. Это, как правило, способ продемонстрировать другим именно и конкретно мою беззаботность. Мою счастливость, беззаботность, сексуальность, восторженность, все что угодно другое. Идеальное я явится. И это значит, что если это селфи у меня отнять или прекратить, я потеряю ту самую беззаботность, масочку. Да, почувствую себя беззащитно. Паника начинается. И тут начнется вне всякого саня. Что это обязательно подчеркивает беззаботность человека. Есть серьезные паблики, где люди... Живут, это передают настроение, эмоции. Но все-таки положительно. Не то, что беззаботность, а свой идеальный вид жизни. И рассказывают только о каких-то положительных моментах. Я не очень попросил, как говорю в общем про фотографии. И вот тут-то вот и все и начинается. Потому что на самом деле неким идеалом среды... Вот это, видите, мы выяснили, что это стремление к идеалу. А неким идеалом среды... Ну, я для себя это называю термином легкая жизнь. Это легкая жизнь, которую и принято демонстрировать на селфи. Как только эту легкую жизнь кто-то, например, родители, пытаются отнять. Сказать, прекрати себя фотографировать. Давай лучше в школе поучись, в институт поступи. Все-таки тебе экзамены сдавай. Человека начинает колотить. Потому что он из некого ложного образа самого себя переходит к чему-то, что вызывает ответственность. Убедительно говорит врач. Большая часть селфи демонстрирует безответственную позицию личности. Услышали. Веришь врачу-психотерапевту? Конечно, верю. Анастасия. Да нет, но на самом деле я согласна с тем, что все селфи, вообще, наверное, ведение инстаграма, оно для того, чтобы показать свою лучшую сторону жизни. Я, конечно, не знаю, что там происходит, когда от этого пытаются отучить. Меня никто, как бы, там, не знаю, не заставлял. Я, честно говоря, не знаю, что вообще-то такое инстаграм. Но меня уже ведут в инстаграме. В смысле, там есть раздел какой-то моей радиопередачи. Ну, так вот, в общем, я к тому, что, да, это реально способ показать, мне кажется, свою лучшую жизнь. А как ты думаешь, будет похмелье, если взять, нажать на кнопку выключить инстаграм? Мне кажется, что да. Но в том плане, что для человека это вот сейчас там всегда есть свои каналы коммуникации. Вот сейчас там социальные сети. И понятно, что когда тебя забирают из этого, я не знаю, пула информации, да, ты думаешь о том, что ты как бы вне тусовки, что ли, что, ну, вот как бы ты вне того, где, да, сейчас происходит все общение, где вот акцентировано все внимание там твоего окружения. Пожалуйста, Стаси. Я бы хотела все-таки снять вот этот оттенок или тень осуждения на селфи, социального такого осуждения, там, легкая жизнь и так далее. Да, это легкая жизнь. Вот это вот скольжение по поверхности жизни мне тоже, как человеку серьезному, не очень нравится. Но наблюдая за молодым, за молодым, и вот вчера у нее племянница, ей 14 лет, она впервые разместила свое селфи, у нее премьера, первый балл Натальи Ростова, я ее поддерживала. Волновалась, поди. Да, конечно, она разместила его вверх ногами. Ой, Господи. Как смогла. Это, конечно, всегда такой барьер, явить свое лицо миру. И, конечно, молодым хочется явить его в наилучшем виде, потому что им больше пока предъявлять нечего. Это мы тут сидим. Убеленные сидим, мы можем книжки показать. А здесь прекрасное лицо, да. Здесь прекрасное лицо. Поэтому я бы была гораздо более деликатнее и дружелюбнее по отношению к молодежным селфи. А как вы думаете, в беззаботной жизни мы вот об этом начали говорить, и что, недостаток эмоций? Но сейчас-то, в 2015... Недостаток любви, очень хорошо вы сказали, недостаток любви, потребности любви. Молодежь не невротичная, потому что родители где-то бегают по работам, и они думают, что главное заработать денег, а тепла не хватает. Поэтому ищут где-то на улице. Вот селфи, это поиск фактически на проезжей части улицы. Дайте мне немножко любви, вот, да. Скажите мне слово доброе. Вот за этим. И каждый лайк в этом смысле, это какая-то сублимация. Сублимация теплых отношений. Все-таки вот мегаполиса вот такая вот идея. И эта тема, мы говорим, это все-таки бич или, я там не знаю, тема мегаполиса. Большого города, да? Да все хотят быть любимыми. Всех национальностей. И в деревне, где есть интернет. Все хотят. Просто, понимаете, есть еще, сохранились, в деревне просто легче, там проще подойти, обнять, погладить. Это все гораздо сезайнее отношения. То есть, дело в том, что мы одиноки? Отчасти да, я думаю. Вы знаете, что... Дело в том, что... Одиночество такое телесное. Одиночество, я это называю сенсорно-эмоциональный голод. Не хватает вообще всяких ощущений. Мы только пялимся глазами. Этого мало. Понимаете, надо что-то есть, пробовать, как маленькие дети. Поэтому мы, конечно, оголодавшие шуранули туда в Фейсбуке. И как могли там, получили подкрепление. Что могли, ну что дали? У нас режиссер рвется еще в бой. Давайте предоставим ему слово, а то, боюсь, что не скажет. Не то, что режиссер рвется. Здесь у нас тоже много людей. И меня замучили вопросами. Но вопросы эти, я думаю, еще не своевременно. Хотя мы уже полчаса в эфире. Потому что диагноз не поставлен. Вот в чем проблема. Сейчас я попытаюсь объяснить. Потому что вот тут спрашивают. А что мне с моей девочкой делать? Она с ума сошла на этих селфи и так далее. Но я говорю, рано задавать нашим гостям еще этот вопрос. Потому что мы не знаем, против чего боремся. И нужно ли бороться. Мы говорим о любви. Светлое чувство, да, безусловно. А как насчет навязчивой идеи? Как насчет вот некоторых, ну вот истории некой женщины, которая принесла свою любовь аж с детства. И все-таки загубила того мужчину, которого вот очень сильно полюбила когда-то еще в 13 лет. Понимаете? Вам рассказать о разнице между любовью и навязчивостью? Сейчас, да. Вопрос в чем? Да, это недостаток любви, можно так сказать. Красиво звучит. А если это желание, неугасимое, понимаете? Быть же любимой во что бы то ни стало, понимаете? А можно, можно, мы же говорим не только о селфи, да? Вот есть фитнес, есть еще много. Если женщина, девушка хочет быть, хорошо выглядеть, хочет следить за фигурой, это хорошо-хорошо. А откуда анорексия появляется? А булист? Понимаете, мы должны понять, где вот эта грани и на какой стороне грани находится наша молодежка. Вы не можете задавать 50 вопросов, правда? Это не 50 вопросов, это то, что я хочу услышать от вас и полчаса не слышу. Хорошо. Где та грань, да? Хорошо. Я только что сказал эту грань. Она проходит по слову ответственность. Дело в том, что любовь, любовь, любая любовь, даже просто, простите меня, случайный секс вечером, это всегда ответственность. Потому что от этого бывают дети, венерические болезни, травмы и многое другое тоже. Так вот, вы знаете, я бы сказал, что проблема... Ну, я же доктор, понимаете, какая проблема? Да, и дело, и психологические травмы, в первую очередь, я имею в виду. Я хочу сказать, что... Понимаете, какая история? История в том, что, например, я, и это секретная информация, но я сейчас имею поразительный пул пациенток, юных, которые ко мне обращаются. Это девушки, предпочитающие оставаться девственницами, даже вступать в брак, практически не входя в половые контакты. Это девушки, которые даже в реальной жизни пытаются оставаться как бы в социальной сети, потому что выходить в реальность они боятся. Ну, боятся. И проблема не в этом. Проблема в том, что это всё равно невротический уровень. Где разница между навязчивостью и увлечением, действительно? Где разница между диагнозом, патологией или... В ответственности. Ребята, давайте. В ответственности, вы слышали, Александр Геннадьевич говорит, в ответственности. Я собираю антикварные чашки. Если я их собираю, я за них отвечаю. Да, понятно. Выставляю в музеи. Если я говорю девушке, я тебя люблю, в нормальной жизни это означает, я принимаю на себя ответственность за тебя. Хорошо. Давайте, ребята, где, Александр Геннадьевич говорит, ответственность? Мне кажется, что ответственность ещё нужно померить. Это более субъективная вещь. А вот опыт, мне кажется, это более реальный показатель. То есть, если человеку не мешает его жизнь в работе или в учёбе... А что значит мешает, не мешает? Вот где грань-то это? Грань? Не отчисляю из института, например, или не увольняю с работы их. Нормальный работник, то есть пользуется уважением, зарабатывает деньги. Работник месяца в Макдонце, да. Ольга, а он, встань на ребенок. Сейчас, Александр Геннадьевич. Ну, давайте все выскажутся. Или вы меня пригласили, или я пойду. Но мы же не только вас пригласили, но здесь сидят пять человек. Всем же надо высказаться. Нам тоже интересно послушать профессионалы. Тоже интересно. Андрей, давай, где разница? Что я могу сказать, короче, люди задают реально простые вопросы, получают вот такие вот ответы, паутину какую-то, ёкало мэне. Я думаю, что если у девчонки больше 50% однообразных фотографий с такими губами, значит, это проблема. А мне нравится, допустим, дело, если когда я смотрю, вот человек открываю, там квадратики, пошли фотографии, природа, вот как-то больше, что ли, как человек видит жизнь, а не как он смотрит на себя со стороны в зеркало. И вот тут ответ на эту проблему ты пишешь Брюну, пишет Евгений Алексеевич. Вы не могли бы полечить эту девочку? Бруну. Сказать, что-то у нее слишком однообразная фотография. Настя. Да я тоже считаю, что, наверное, тут показатель зависимости это качество и количество. Вот я читала новость о том, что давно, когда парень там помешался на том, что его не взяли в модельное агентство, и он там делал по 200 фотографий в день, и он заперся в комнате, и все, что он делал, это делал фотографии, вот чтобы получить это одобрение, чтобы сделать идеальную фотографию. Как он делал? Покажи. Ну, я не знаю. Ну, губы, как вот девчонки губы делают? Покажи. Я не знаю, я не делаю таких фотографий, вот можете посмотреть. Не хочется, не знаете. Взяли в модельное агентство? Нет, да все там вообще печальная история была. Критерии. Давай. Про критерии оценки вы видите. Да, критерии оценки. Значит, когда говорит о компьютерной зависимости, говорит о времени, чисто технически. Сколько времени право? Когда говорит о селфи, то, учитывая количество подписчиков, нужно сказать, что если человек больше одного селфи в день размещает, то это уже некоторый звонок. Больше одного? Да, потому что он может делать их 50, сколько угодно, и рассылать своим друзьям, но если он выходит в публичное пространство, он может выбрать так, который он действительно хочет что-то сказать. Или показать лучшую свою часть. Он может это сделать завтра. Меня настораживает даже, когда даже один селфи в день. Понимаете? Селфи это... Это много. Да, ну согласитесь. Постоянно, каждый день я вот стою. Одно и то же лицо, просто фон чуть-чуть меня, и размытый почему-то. Нет, а если у меня нет фотографа, я делаю фотоотчет. Ну, вам кажется, что это одно и то же лицо, а ему кажется, что он сегодня совсем другой, он уже прекрасный. Да, это проблема. Это проблема. Тогда мы с вами правили ему сказать. Не иди к доктору, а просто слушай, малый, но ты немножко нас предоставил своими прекрасными ликами. Тогда получается, смотрите, кто выкладывает, внимание, кто выкладывает больше одного селфи в день или минимум один селфи в день? Это медийные персоны, для которых селфи в Инстаграме это часть работы. Это связь с общественностью, это пиар, и это деньги. Звезде. Звезде необходимо показывать. Стоящие звезды заняты делом. Я что-то не вижу этих звезд в селфи. Послушайте, ну подпишитесь на них на твиттере в Инстаграме. Миссона, мои прекрасные актеры. Они вечно, но если какой-то актер Гуськов из съемок в Польше пришлет одно селфи, я счастлив. Мне жутко интересно, чем он там занят. Селфи ли это? Все звезды болеют нарциссизмом, понимаете? Это же часть творческой личности. Потому что вот дети... Это демонстративные личности. Есть существенные вещи, которые очень важно научиться понимать. Там какая-то мама спрашивала, а что мне делать со своим ребенком. Да, давайте послушаем еще, да, каратенчика. Давайте, Александр Геннадьевич. Я могу, ну если я уж очень долго говорю, прошу прощения, но понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что можно попробовать пойти через вопрос вашего режиссера. Вопрос этот заключался в том, что кто-то там звонит или там пишет и спрашивает, а что мне делать со своим ребенком? И у меня такой вопрос стоял, поскольку вот старшему у меня 35, а младшему 17, увы. И стоял неоднократно. И в общем, я хочу сказать, что существует один-единственный выход. Один-единственный и никакого другого. Искать увлечение в реальность. Ну, конечно, альтернатива должна быть. Обеднение. Необходимо искать увлечение в реальности. Это может быть спорт конкурентный, интеллектуальный. Это могут быть кружки, занятия искусством. То есть, насильно таскать ребенка и искать то, от чего у него зажгутся глаза. Потому что такое занятие в реальности, не только в интернете, всегда есть. Потому что потом, если это занятие, скажем, до 14 лет, человеку не найти, то потом у него останется один-единственный способ самореализации. И тут принципиально важная вещь. Принципиально важная. Это вообще государственная политика в отношении подростков и в отношении молодых людей. Речь пришла о дочери нашего редактора Ани. У нее дочь в пятом классе. Безумно занятой ребенок. У нее два кружка, у нее уроки, у нее школа, у нее, естественно, друзья, подруги и так далее. Если она увлечена этими кружками... Она увлечена селфи, несмотря на то, что ходит на кружки, если честно, друзья, мы это знаем. Когда люди отмечаются в разных местах и, как бы, да, немножко хотят похвастаться. Вот я на велосипеде, а вот я вижу мир, а вот я на кружке бегаю где-то. А вы посмотрите, какие у меня макароны. Но это же, в принципе, стимулирует, а люди лайфают. Это же лучше, чем просто каждый день на одном месте. Впрочем, макароны, может, действительно, красивые. Я посмотрю, куплюсь я такие же. А может, ее платят, как рекламщик-то. Возраст пубертатного криза. Но пройдет соответствующий возраст лапшина, это говорят, да. И вместе с ним отпадут в селфи. Но она должна быть увлечена теми кружками, тем спортом, которым она занимает. Не похоже ли это на... Уж простите, сейчас немножко заострю. Не кажется ли вам вот эта позиция, что, мол, реально, идите в отбор футбол погоните. Все штаны просидели перед компьютером. Я думаю, что... Ну, такое вот, знаете, немножко, действительно, мнение людей старшего поколения, которые... Ну, мы слышим эти упреки, да. Такие, простите, бабушки на ладочке сидят так. Вот это вот наркоманы и проститутки живут только в доме и сидят в своем интернете, значит, сутками, да. Я думаю, что все, кто высказывался, я думаю, что отчасти правы. У меня, например, в давние еще студенческие годы один знакомый был, который, играя в одну сетевую игру, не буду называть довольно популярную, его отчислили из института, и он потерял работу. Вот это вот зависимость, вот это страшно, действительно. Если человек тратит один час времени, например, он нравится, у него там какое-то общение, да, это тоже мир. Я, например, не играю сейчас в компьютерные игры уже давным-давно, да, еще с первого курса института уже не играю. Но кому-то это нравится, я знаю, даже есть замужние, женатые люди играют, но если у них семья, у них работа, если это нет зависимости, почему нет? Ольга Ивановна, вот сейчас мы говорим час времени, час времени в день, это ничего страшного, но посидит в компьютер, поиграет и так далее. Через пять лет мы будем говорить, ну, послушайте, восемь часов в интернете, это вообще капля в море, ну, что такое восемь часов, а через еще там десять лет мы все 24 часа в сутки будем находиться в интернете, и вообще никто не будет об этом думать, так или нет. Как бы я хотела дожить до этого времени? Серьезно? Конечно. Не выходи. Просто дожить. А, так посмотреть, да. Да, потому что вы так легко. Десять, двадцать лет. Нет, я не думаю, что норма будет так мутировать, и мы имеем дело пока еще с неразвитыми технологиями, используем их как можем. Тут всегда такая встреча человека с его безграничными возможностями и технологиями, которые пока еще не удовлетворяют всех наших потребностей. Поэтому все получается очень так косо, криво, не очень красиво и так далее. Думаю, что через двадцать лет мы все будем не селфи выкладывать, а свое кино. Мы будем снимать фильмы, какие захотим, и это уже происходит, но это не приобрел у нас в обороте. А это сложное высказывание, оно требует ума, оно требует сюжетного мышления и так далее. И это не буквенное, другая кодировка, да. Поэтому я с оптимизмом смотрю и на молодежь, и на будущее, и вам страшно завидую. Вот, но все-таки это вопрос культуры, на что вы будете тратить время. Для меня это вопрос культуры, а не болезнь. Ну, как Маск по следам не верит, помните, а через двадцать лет вообще ничего не будет, только кино. Боюсь, через двадцать лет люди будут сидеть вот в креслах, вот таких заплывших жиром, и две трубки будут идти от человека. Одна к холодильнику, а другая к туалету. А ко мне некоторые? Нет, некоторые, некоторые, да, некоторые, но очень мало. А как же фитнесы? Это будущее по Брэдбери, между прочим. У него есть такой рассказ. Я хотел сказать, что на самом деле есть одна вещь, очень важная, мимо которой мы все время проходим. Вот сейчас ребята замечательные, и они сумели сделать свой реальный мир интересным. И тогда, если реальный мир для них интересен, для них компьютер, как для меня, например. Я пишу, вы пишите. Будь приложением просто. Это инструмент, ну как утюг, понимаете? Ну сколько можно в день времени провести с утюгом? Если, как... И это есть ответственная позиция. Если утюг не является еще и тостером, и чайником, и... Это есть ответственная позиция по отношению к компьютеру и к сети. Когда я использую ее для чего-то, для собственного творчества, как инструмент. Но для этого поразительная вещь. Вам, поскольку мы действительно старые уже, реальный мир должен быть интересен. Есть потрясающая вещь. Бесполезно запрещать западное кино, на мой взгляд, или ставить там эти возрастные категории. Нужно снимать свое интересное кино, чтобы молодые люди его смотрели. Понимаете, какая штука? А любой запрет вызывает у подростка прямо противоположную реакцию. Ну прямо противоположную. Да, вот там пишут 18+. Вот мой 14-летний ребенок так и говорил. Во, это список того, что я буду смотреть. Понимаете, какая штука? Говорят, вот выступает главный нарколог и говорит, селфи это психическое заболевание. Это знаешь, что означает? Что те подростки, которые его видел, не дай бог, они сразу начнут щелкаться в два раза чаще. Первая реакция. Напоследок. Я хочу сказать, что понимаете, какая штука? Там просто называлось не психическое зависимость. Но зависимость есть психическое заболевание у нас, в городе Москве, по крайней мере. Я хочу вам сказать следующее. Понимаете, какая штука? Если мы не ставим своей задачей сделать мир интересным, ну, к сожалению, это социальная проблема. У нас же нет нормальной, вне сетевой конкурентной среды. Да, всем известно, например, занятие спортом, это тугость кошелька родителей. Потому что ты не сможешь заниматься большим спортом, если у тебя нет родителей с плотно набитым кошельком. Ты не сможешь то, ты не сможешь это, ты не сможешь. У нас нет нормальной конкурентной среды. У нас нет возможности трудоустраивать ребят, дошкольников и подростков. И это ужасно. У нас нет налоговых льгот для тех предприятий, которые принимают. Но это же неминуемый процесс, потому что если люди не могут себя реализовать во внешней среде, если она неинтересная, они начинают искать примитивных способов самореализации. Давайте подумаем, как нам уйти от этих примитивных способов самореализации. И нужно ли уходить? Совершенно верно, Андрей. Ты как думаешь, запариваться над этой проблемой? Я предлагаю, что люди, скажем, раз они зависят от этой ситуации, это весь мир, не только в России. Это же в Америке, у них же все хорошо, уютно, но тем не менее они все «hey, hi, hi». Постоянно это делают. У нас больше. Ну, да, то есть это статистика, да? А мы вообще круче всех, да. У нас все больше. Я думаю, что пусть люди, вот, на самом деле есть такая категория людей, скажем, может быть, так получается, что я подписан и наблюдаю за ними, которые бывают, путешествуют и бегают, то есть занимаются в жизни разными вещами или просто как бы делают некий отчет от фотографий. Может, это хвастовство такое, типа показушничество. Ну, это, по крайней мере, подтверждает, что человек в жизни что-то делает, шагает, а не сидит в туалете, делает селфи, то есть на одном месте. Или дома, или вот одно и то же все время. Или губы. Накачал вот такие и все. Не качайте губы, давайте призыв. Не качайте, девчонки, губы. Их целовать невозможно просто. Целовать невозможно, отвратительно. Вот, честно, что за поголовная вот эта ситуация с губами, я вообще не пойму. Вот, смотрите, хорошие, настоящие губы. Чувственные, эмоциональные губы, они вот эти пельмени, которые висят. Я согласна с тем утверждением, что какие-то увлечения вовне, они позволяют и какие-то селфи делать, возможно, интереснее, вообще вести какую-то даже жизнь в социальных сетях интереснее. И да, мне кажется, когда у человека много чего в мире, и он это рассказывает с целью просто повествования, то его, ну, мне кажется, это уже не болезнь, а это вот реально интересный контент. Когда мне интересно следить за жизнью своих друзей, когда я знаю, что они там путешествуют в каких-то странах, рассказывают какую-то интересную информацию. И в таком формате, мне кажется, это не должно вообще вызывать никакого беспокойства, это абсолютно нормально, и тогда социальные сети становятся просто площадкой для обмена информацией между сверстниками, ну, и не только сверстниками. Если, конечно, качество контента низкое, то да, это, наверное, зависимость, но тут, мне кажется, должны следить близкие, возможно, в какой-то юмористической форме доносить там до своих близких, что, слушай, давай там, я не знаю, вместе займёмся чем-нибудь. Вот ты молодец какая, видите, уже пишут горько, что вы, да. Серёж, пожалуйста. Ситуаций много бывает. Бывают действительно какие-то психологические проблемы, человек уходит в любую зависимость, интернет-игры, селфи, алкоголь, наркотики, всё что угодно может быть. Для кого-то селфи вообще не существует, для кого-то это творчество, для кого-то это фотоотчёт, для кого-то это, к сожалению, зависимость. Главное, чтобы человек остался в реальном мире, был реальным, обеспечивал себя и был счастлив. Это самое главное. А есть у него селфи, нет, я думаю, что это уже вторично. Браво. Ну, давайте, режиссёр, режиссёр, пожалуйста. Пожалуйста. Да, без опять, пожалуйста. А у тебя, между прочим, камера размещена, как будто ты, то есть для тебя это тоже селфи своего рода, понимаешь? Селфи такая. Да, мне про это уже говорили здесь в редакции. Кстати, об этом мы и говорим сегодня, на самом деле. Но знаете что, если мы уже подходим к итогам определённым, да, ну вот мне, вот, вы уж меня опросите, но вот Ольга Ивановна, по-моему, до истины где-то добралась вот больше, с нашей точки зрения. Есть. Ну, потому что, да. А мы говорили, Лёш, с тобой, что технология на сегодняшний день, или она пошла далеко вперёд, что мы ещё не знаем, что делать, либо наши фантазии пошли далеко вперёд, а технология ещё не подошла. Да, и получается, да, некий бардак, что на сегодняшний день это не назовёшь ни творчеством, ни искусством, но и вроде как и шалостью уже не назовёшь. В общем, короче, давайте так, вселенский, человечество себя ещё ищет в этих технологиях и пытается найти. Но это единственная позитивная нотка, наверное, которую можно было бы здесь как-то подписать. А мне хотелось бы про любовь поговорить, понимаешь, про, точнее, недостаток любви. И вот ещё, и вот ещё одна штука. Возможно, то есть то, что вот так всё деградирует, да, мы же видим, в принципе, везде. Раньше статья это была статья, а сегодня надо как можно, чтобы статья была меньше, а фотография была больше. Мы это видим во всех проявлениях, да, вот вещательных, издательных. А вот, хорошо это или плохо? А может, это хорошо, может, мы скоро начнём общаться на невербальном уровне, понимаете, всё меньше и меньше слов, всё больше и больше эмоций, и человечество перейдёт на иной этап. Я думаю, что это плохо. По одной простой причине. Вообще, любая зависимость, которая обсуждается, её можно описать, рассказывая о том, что в ней форма подменяет содержание. Вот обратите внимание, да, вот человек сидит в туалете и тупо себя фотографирует, как ребята рассказывают. В этом нет никакого содержания и никакого смысла, а в самоотчёте смысл есть. И как только внешний вид, Инстаграм, подменяет содержание статьи, мир лишается смысла потихоньку. Вот в чём весь ужас сокращений, которые сейчас происходят. Потому что, да, ну очень мало осталось форматов, например, на телевидении, где можно высказать некую некатегоричную и непростую мысль. Правда? Вы знаете, я позволю себе не согласиться, Александр Георгиевич, тут ещё действует такой вариант, что селфи, сделанное на унитазе, ну, например, не хочется никого обидеть Киркоровым, ну, например, и селфи, сделанное по золотому сечению на фоне какой-нибудь, не знаю, эйфелевой башни, вот селфи на унитазе с... А Киркоров же, это же наш тазик, поэтому, естественно... Ну, как хотите, да. Первый вариант соберёт гораздо больше лайков и будет гораздо интереснее публики, чем золотое сечение, выстроенный кадр, прекрасный свет, свет и так далее. А может быть, это и ужасно? Потому что... Мы именно об этом и говорим, да. Когда я говорю об отсутствии содержания, понимаете, какая штука? И дело в том, что, наверное, самая ужасная беда, только она тоже культурологический феномен, она феномен утраты культуры. Это феномен утраты семантики, содержания, в том числе в газете, да? Как бы согласна, Ольга Ивановна, с... Да я только об этом и говорила, я рада, что всех уговорила, и все теперь... Ну, смотрите, что касается содержания, но молодому поколению, раз я объясни, что, например, здесь нет содержания, ведь... Объяснишь? Нет, я думаю, что девочка с губами найдёт 1050 аргументов. Если ты будешь пытаться делать... А, так это же вне зала просто обсуждения. Если ты будешь пытаться делать некоторое искусство или некоторый формат газеты или журнала, который пытается как-то сочетать форму с содержанием и пытаешься делать его популярным, это очень трудно, но существует некоторый опыт, в том числе и международный, который показывает, что это возможно. И если таких... Ольга Иванович, у нас две минуты остаётся, вот давайте итоговое слово. Ребята высказались, да, о своём отношении к селфи. Теперь хочется от вас услышать какое-то заключительное слово на сегодняшней программе, относить того, всё-таки что делать. То, что есть проблема, мы это поняли, и проблема в содержании, в ответственности и так далее. Но что делать-то? Давайте извечный вопрос, буквально по минутке, и вам, и чтобы ещё Ольга Ивановна успела. Пожалуйста. Вообще, общеизвестный факт, как бы, признанный во всём мире, что в их смысле зависимость, вот то есть ту самую навязчивое поведение, главным способом их профилактики является образование и привитие творческих навыков детям с раннего детства. Вообще, в мире считают, что нет ничего более эффективного для профилактики зависимого поведения, чем творческие уроки в школе. То самое пение и рисование, только понятое, конечно, совершенно по-другому, чем оно понимается сейчас. Сейчас в школе вообще от этого отказываются. И это есть выход, если мы научимся это понимать, мы молодые родители, не очень молодые родители, бабушки с дедушками, то вот эти проблемы и такие пугающие, но в нашей культуре, к сожалению, абсолютно бессмысленные слова, как зависимость, потеряют свою роль. Потому что вот эта грань между виртуальностью и реальностью будет соблюдена. Спасибо огромное, Ольга. Ну, два слова. Если вы увидели, что ваш ребенок делает часто селфи, поймите, что сейчас он хочет что-то сказать миру. Подержите его, возьмите свой мобильный телефон и сделайте прекрасный портрет, расскажите, насколько он хорош. Это очень важно для самооценки, для самопрезентации. И тогда и селфи будут другими, не таким частым. Это очень важный психологический момент, вот выход на селфи. Селфи – это язык, его нужно понимать. С детьми нужно разговаривать, с ними им можно показать другие возможности. Я в этом уверена, я как популяризатор и автор книг для родителей, уверяю вас, что есть такие слова, на которых можно говорить с детьми самых разных возрастов, для того, чтобы их не обидеть, поддержать и повысить культуру, потому что это наши дети. Ольга Ивановна, мне кажется, нужно какую-то дозировку селфи все-таки сделать. Вот сколько в день, чтобы люди понимали, когда нормально, а когда уже нет. Мы с вами сказали, что когда один селфи в день, если тянет заниматься этим с утра до вечера, и там хочется свое ню разместить и так далее, то, в общем-то, это уже угроза для общества, дорогие мои. Может быть, наоборот. Послушайте, все мои селфи божьи заявил в канун прошлогоднего Рождества Архиепискет Сиднея Глендей в своем обращении к пастве. Все мы селфи божьи. А вот Юлия Соломонова, очень популярный молодой поэт в интернете, написала так в своей подписи к Инстаграму. Красота привлекает, когда на грани, в ней нельзя ни одну изменить черту. Мне понравилась девочка в Инстаграме за ее ненавистную красоту. Так вот, это и есть та самая грань, которую нужно соблюдать. Спасибо большое, спасибо огромное, наши дорогие эксперты. Еще раз, начиная с Сергея Сушинского. Сергей Сушинский, президент Фонда защиты наций. Сереж, спасибо большое. Анастасия Ёлкина, руководитель пиар-отдела РООСПМ, студенческая община. Андрей Гризли, певец, композитор, призер международного конкурса «Новая волна-2011», участник проекта «Голос», эксперт по селфи-интеграции. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. И по правую сторону от меня, Александр Геннадьевич Данилин, психотерапевт, врач-нарколог, радиоведущий. И Ольга Ивановна Маховская, психолог и писатель. Спасибо большое. А теперь давайте селфи сделаем, наконец. Знаете что? Я предлагаю вот такое вот. Тихо, 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 подожди. Нет, знаешь как? А я сразу в инстаграм. Ну давай, выкладывай. Хорошо, давай. Готово? Тебе надо туда только будет отойти. У меня коротенькие ручки. Послушай, надо делать не так. Ну что это? Ладно, давайте мы заканчиваем, да, а селфи уже будет вне эфира. Все, пока, спасибо. Все снимаем.